Всем привет, с вами R-Programs и в этом видео мы рассмотрим такой виджет как TextField. Для ввода текста во флаттер может применяться виджет TextField. Следует отметить, что для виджета TextField необходимо, чтобы один из родительских контейнеров представлял виджет Material или такие виджеты как Card, Dialog, Driver или Scaffold. Конструктор виджета принимает довольно много параметров, поэтому мы рассмотрим основные. Decoration задает стилизацию виджета с помощью объекта Input Decoration. Enabled указывает, доступно ли для ввода текстовое поле. Expans указывает, будет ли виджет заполнять все доступное пространство контейнера. Keyboard Type устанавливает тип клавиатуры в виде объекта TextInputType. MaxLength максимальное количество символов, которые можно ввести в текстовое поле. MaxLines максимальное количество строк. MinLines минимальное количество строк. ObscureText указывает, будет ли виджет скрывать с помощью маски вводимые символы. ObscureCharacter задает символы, которые применяются в качестве маски для вводимых символов, если параметр ObscureText равен True. ReadOnly указывает, можно ли изменять текст в виджете. Style стиль вводимого текста в виде объекта TextStyle. TextAline задает горизонтальное выравнивание текста в виде объекта TextAline. TextAlineVertical задает вертикальное выравнивание текста в виде объекта TextAlineVertical. TextDirection устанавливает направление текста с помощью объекта TextDirection. Так, это мы можем с вами закрыть. Это удалить. И запишем. Widget TextField. Сохраняем. Пока что он выглядит таким вот образом. Мы что-то можем здесь записать. С помощью параметра Decoration, который представляет объект InputDecoration, можно стилизовать WidgetTextField. Давайте сделаем это. Для начала давайте зададим MyController. Далее запишем text. AnythingController. И зададим Overwrite. Далее зададим Void Dispose. Сюда мы передадим MyController и Dispose. Далее запишем Super. Далее давайте перейдем в TextField. Мы с вами обернем его такой виджет как Padding. Далее зададим Void Dispose. В TextField мы в Controller передадим MyController. Далее зададим Decoration. Decoration мы передадим InputDecoration. Далее в InputDecoration мы с вами зададим... Так, не это. Border. В Border мы... Так, здесь в кубочке не хватает. И вот так вот. Так, вот так. В Border мы передадим Input. InputBorder.None. Далее зададим... InText. Здесь мы запишем Введите текст. Все это мы красиво перенесем. Далее зададим Fill Color. Запишем Color. Допустим... Серый. Далее... Зададим... Field... Со значением True. Также мы с вами... Floating ActionButton... Немножко поменяем... В Метод OnPressed... Мы не будем вот это вызывать. Это нам уже не понадобится. Здесь мы... Запишем следующее. Show Dialog. Далее... Сюда передаем контекст. А потом далее... Открываем скобку... Контекст... Return... Alert... Диалог... Так... Далее... Здесь мы запишем... Внутри... Контент... Здесь мы зададим... Текст... Виджет... Передадим... Текст... Так... Здесь... Далее... Передадим... Так... Текст... Так... Так... В Tooltip... Мы... Наверное... Ничего... Не будем передавать... Так... Поменяем иконку... На... Текст... Fields... Сохраняем... И давайте посмотрим на результат... Так... Цвет можно... Сделать чуть посветлее... Так... И давайте запишем что-нибудь... Так... Hello... И как видим у нас... Отображается наш... Вводимый текст... Допустим... Art... И отображается название канала... На этом уроке у меня все... Подписывайтесь на мой канал... Ставьте лайки... Увидимся в следующих уроках... Всем пока...